Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Вторник, 9 января. Всех поздравляю с новым годом и мы возобновляем наши ежедневные обзоры. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 5 января, ушли ниже отметки 1.2020, что в свою очередь нас вернуло к коррекционному нисходящему движению на текущий момент. Дошли до целевой отметки в области 1.2080 и ушли в коррекцию. Ближайшие тенденции по снижению мы можем увидеть в области 1.1892, ну а ближайший разворотный уровень для возобновления покупок по евро-доллару находится на максимуме, который был отмечен вчера в области 1.2051. Пара британский фунт и американский доллар на текущий момент продолжают свои восходящие движения. Ближайший уровень разворотный находится на минимальных значениях понедельника, отметка 1.3522, ну и более важный уровень среднесрочный находится на минимальных значениях 3 января, отметка 1.3493. На текущий момент, пока пара торгуется выше данного уровня, основная тенденция остается на укреплении с ближайшими целями движения. Первое – это уйти выше отметки 1.3584, максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу на прошлой неделе и вчера в понедельник, и далее уже пойти на отметку 1.3611. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. Ближайшие цели по нему – это уход ниже отметки 1.2377, минимум, который был зафиксирован вчера, и далее уже движение на 1.2291. Начало коррекционно восходящего движения по данной паре будет обусловлено обновлением максимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.2450, и уже в завершении данной коррекции также может быть интересной точкой для присоединения на продажу в сторону основного тренда. Пара американский доллар и японская иена сегодня с утра смогла пробить и закрепиться минимальные значения, которые мы видели вчера в понедельник, это отметка 112.88, что в свою очередь у нас на текущий момент возвращает к продажам по данной паре, а значит и цельвые движения по текущим уровням – это область 112.10. Возврат к покупкам может произойти в том случае, если пара уйдет выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера на отметке 113.38. Австралийцы на текущий момент корректируются. Вчера мы видели закрепление ниже минимальных значений пятницы. Если австралийц сможет удержаться ниже отметки 78.71, максимум, который был зафиксирован вчера, то тенденция нисходящая коррекционно сохранится по нему с ближайшими целями движения на 77.76 и далее на 76.52. Возврат к покупкам произойдет в том случае, как раз если пара сможет закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы вчера на отметке 78.71. В этом случае мы сможем сказать, что коррекция была недолгой и по австралийцу рост возобновится. По паре евро-фунт в пятницу мы увидели уход ниже минимальных значений 4 января, закрепили за этим уровнем, что в рамках часового таймфрейма нас вернуло к продажам по евро-фунту. Ближайшие цели по нисходящему движению это область 87.73. Ну а если говорить о покупках по данному активу, то их стоит рассматривать только после обновления максимальных значений понедельника, отметка 88.74. Золото на текущий момент продолжает рост. Мы видим в последние несколько торговых дней небольшое движение в боковике, но тенденция на укрепление пока сохраняется и она будет актуальна до преодоления минимальных значений прошлой торговой недели и понедельника это отметка 1314 долларов за тройскую унцию. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на покупку сохраняется. Ближайшие цели по восходящему движению это область 1324 и далее 1336. По нефтемарке Brent сегодня с утра мы увидели закрепление выше максимальных значений, которые мы видели в понедельник, что на текущий момент отменяет коррекционный нисходящий сценарий по нефти и возвращает нас к покупкам с целями движения на 69.10 и далее на 70. Ну а возобновление, а коррекция будет актуально в том случае, если мы увидим нефть ниже отметки 67.77. По индексу DAX мы видим продолжение роста, которое началось в начале этого года с целями движения на 13435 и следующая цель находится на 13548. Ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на минимальной значениях понедельника, это отметка 13332. По биткоину на текущий момент коррекция сохраняется, мы торгуемся ниже минимальной значениях воскресенья, ушли вчера в понедельник ниже отметки 15669, что на текущий момент пока сохраняет коррекционное настроение по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман, всем желаю хорошего торгового дня, напоминаю, что если вам понравилось это видео, ставьте ваши лайки и не забывайте ставить стоп-лоссы во время торговли. Всем спасибо за внимание и увидимся на следующих видеообзорах.